«Москвич 3.5» – проект АЗЛК, который так и не вышел в свет. Во времена Советского Союза автомобильные концерны одну за одной штамповали свои новые разработки, которые, увы, так и остались на бумаге, либо в виде макетных образцов. АЗЛК также не стоял в стороне и вел постоянную работу по внедрению современных разработок. На дворе были 70-е годы, а на конвейере до сих пор собирали то, что не соответствовало ни техническому, ни эстетическому прогрессу. Требовалась новизна, требовалась здравая конкуренция в автомобильной сфере. В этом ключе разработчики взяли курс на создание принципиально нового автомобиля. Проект назвали «Москвич 3.5». Было собрано лишь несколько экземпляров. Стоит подробнее рассмотреть перспективную по тем временам разработку. Кузовное исполнение было классическим. Седан на 4 двери и 5 мест. Колесная формула 4х2. По коробке передач был выбор либо механика на 4 скорости, либо трехдиапазонный автомат. Силовая установка также имела несколько вариаций. Бензиновый 1.6, либо бензиновый 1.8. Внешний облик автомобилей перекликался с моделью 408. По борту машины проложены ребра жесткости. Также заметна решетка радиатора, изготовленная в стиле АЗЛК. Готовый образец выглядел свежо и интересно. Ожидаемый спрос был велик. Увы, все произошло по-другому. На конвейер не встала ни одна разработка. Ходили слухи, что добродетелем выступил сам директор АЗЛК. Ему не захотелось перестраивать конвейер. Остается только представлять себе то, какой машина могла бы быть в реальности, и соотносить это с проектными изображениями. Если бы все сложилось удачно, то в середине 70-х годов вышла бы в свет принципиально новая разработка, которая составила бы достойную конкуренцию другим машинам. В интернете об этом проекте информации не так много. Если вам что-либо известно, пишите в комментариях.